Мы почувствовали на себе все это отношение к нам, то есть с настороженностью к нам в Киеве относились во всех университетах. В одном из университетов даже сказали, ребята, идите отсюда, чего вы сюда вообще пришли, едьте к себе в Донецк. Но в авиационном университете к нам, в принципе, по-человечески отнеслись, приняли на вольное слушание. Мы проходили, наверное, две недели на пары, потом университет захватили. Мы созвонились с Еленой Валерьевной, с Еленой Юрьевной, с нашими преподавателями, которые мы знали, что все-таки придерживаются нашей позиции. Хотели у них узнать, что на самом деле происходит и что нам делать. Нам сказали, что действительно в университет вошли люди с оружием, и ректор забрал документы, забрал печать и уехал. Мы с Машей подумали и решили, что нужно что-то делать, потому что, ну, по сути, мы останемся без образования. Мы увидели, что наша власть ничего не хочет делать, потому что, ну, как-то в СМИ промелькнула новость, что вот Донецкий университет захватили, и все. Ну, захватили и захватили, и фиг с ним, извините за выражение. Мы решили написать письмо открытое, пообщались с нашими одногруппниками, преподавателями, и решили написать письмо, чтобы нам хотя бы разрешили перевести со своими бюджетными местами, или хотя бы с той суммой контракта, которая была записана в договоре с университетом, в другие вузы Украины. Но также мы рассматривали вопрос перевода университета, но на тот момент нам казалось, что это невозможно, потому что, ну, все-таки это огромное помещение, нужны большое количество студентов, вот, ну, и это все-таки проблема в той ситуации, в которой находится сейчас страна. Неожиданно для нас отозвались на нашу просьбу. Мы собирались провести 24 сентября митинг под стенами Кабмина и разместили объявления в соцсетях, разослали пресс-релизы посредством массовой информации о том, что мы будем проводить вместе с киевлянами, вместе с дончанами, которые выехали, митинг о том, чтобы на нас обратили внимание и помогли нам справиться с этой ситуацией, потому что мы с июня месяца не получали ни стипендии, ни зарплаты, и университет никак не финансировался, и нам нужно на что-то жить, и нужно, ну, как-то решать свою дальнейшую судьбу. В Донецк мы возвращаться же не собирались. Вот, и неожиданно вечером за день до митинга позвонил Сергей Миронович, номер телефона Маши наставляли, позвонил ей на мобильный телефон, сказал, чтобы мы не волновались, спросил, как мы устроились, где мы находимся, вот, и сказал, что этот вопрос будет решен, и пригласил в министерство на следующий день, и нас вместе с ректором заверили уже, что вопрос решается, буквально через неделю нам уже сказали, что мы можем переезжать в Винницу, и с 7 октября вот мы с Машей в Виннице работаем здесь, учимся, видим, что все-таки, видимо, не зря мы это все затеяли, что все получилось, потому что, ну, большая команда, большая команда, большая семья университета, начиналось это буквально с небольшой кучки людей, 15-20 человек, вот, но с каждым днем люди приезжали, приезжали, и сейчас продолжают приезжать, и, ну, приятно, что у нас так много. Спасибо. Маша, какие звоны в церними уходят? Это, кстати, у меня есть, кто не знает, это Министр Росвитов. И надеюсь, что мне нужно мечтать. Это второй мой текст, первый был в предыдущей сзборке, в истории аспаратистов. Он был посвящен тому, как Донецк проявлял свою украинскусть, как выходил из прапора, как шифр прапори, как проливав кровь за прапори, чего не показывали другие ЗМИ в других местах. Этот текст уже посвящен мне и Віннице, нам, с этим местом, посвящен суммам за домом, посвящен моему другу, другове, мисто Донецк. Я пишу про то, как я ехала из дома. Это было очень спонтанное решение. Тату меня привез. Я ехала из войны на два недели. Нам сказали, что 24 серпня все закончится. На День независимости все закончится. Війна закончится. Я ехала на два недели. И эти мои два недели продолжают больше всего года. Но этот год появился где-то сложный, потому что мы жили где-то в спартамских условиях. Працювали по 20 часов на день. И еще работаем больше норм. За что у нас сваривают наше начальство. Роман Генрович как-то заходит и говорит, что уже 8 часов, вы порушаете экзот. Олена, вы что, на работе у тебя? Еще немного.